Пусть звезд в сплошном пожаре 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 Гражданская война была в разгаре. На Украине хозяйничали германские войска и их ставленник Гетман Скоропадский, бывший флигель-адъютант царя. А на подступах к Киеву, угрожая и Гетману, и немцам, рыскали банды-петлюры. Все хотели управлять Украиной, но только большевики понимали, что ее надо защищать. Из постановления Совета народных комиссаров РСФСР о создании украинского фронта. В состав фронта входят 1-я и 2-я украинские повстанческие дивизии, а также Московская рабочая дивизия, 9-я дивизия, 2-я Орловская дивизия, два бронепоезда. В городе этого еще не знали. Киеве Зд Wi-то Куда? Куда? Зачем? Генерала кавалерии Белоруков. Командующий. КОНЕЦ 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 Хуже слухи каждый час Петлюра идет на нас Пулеметы мы зарядили По петлюре мы полили пулеметчики Голубчики, чики, выручали вы нас молодцы Пулеметчики, чики, голубчики, чики, выручали вы нас молодцы Черт знает, что ты поешь кухаркины песни Почему кухаркины? Пой что-нибудь порядочное Это я сам сочинил, Алеш Хожь ты, пой, хожь не пой В тебе голос не такой Есть такие голоса Либо станут волоса Это как раз к твоему голосу и относится Это напрасно, ей-богу У меня есть голос Правда, не такой, как у Шервинского Но все-таки довольно приличный Драматический, вернее всего, баритон Леночка! А, Леночка! Как по-твоему, есть у меня голос? Нету никакого Она расстроилась, потому так и отвечает А между прочим, Алеша, мне учитель пения говорил Вы, говорит, Николай Васильевич, в сущности, в опере могли бы петь, если бы не революция Дурак твой учитель пения Я так и знал, полное расстройство нервов в Турбинском доме Не надрывай ты мне душу, пожалуйста Пою что-нибудь веселое Здравствуйте, дачники Здравствуйте, дачницы Летние маневры Уж давно начались Гей-пись моя Любимая Ток-ток-ток По улице идет Драгунский полк Сапоги Посонные Звездочки Поконные По три звезды Как на лучшем коньяке Гей-пись моя Любимая Один-дин-дить Поручики Шпора Не звенят Объяснения Бурные И слова Огурные И признания Нежные До самого Утра Гей-пись моя Любимая Чок-чок-чок А рюмочку Рюмочки стучат Сборы кончаются Парочки Прощаются До чего Короткая Военная Любовь Гей-пись моя Любимая Буль-буль-буль Бутылочка Зеленого Вина Вот Извальчили Видите Никогда Покою нет Булк-чок-чок-чок Булк-чок Булка Булка Так Булка Булка outez Булка Как близко. Может, ты пошлешь меня в штаб узнать, в чем дело? Конечно, тебя еще не хватает. Я бездействие. Обидно. Хоть бы дивизион наш был скорее готов. Когда мне понадобятся твои советы в подготовке дивизиона, я тебе скажу. Виноват, господин полковник. Алеша, где же мой муж? Приедет, Леночка. Сказал, что приедет утром, а сейчас больше девяти, и его нет до сих пор. Уж не случилось ли с ним чего? Леночка, конечно, этого не может быть. Ты же знаешь, линию на запад охраняют немцы. Ну, почему же его до сих пор нет? Очевидно, стоят на каждой станции. Революционная езда, Леночка. Сейчас едешь, два стоишь. Ну, вот и он. Ну, вот и он. Я же говорю. Ну, вот. Слава Богу. Кто там? Открой, ради бога. Скорее. Это ты, Витя? Ну, я, конечно, чтоб меня раздавило. Никол, бери винтовку, пожалуйста. Вот дьяволова мать. Витя. Витя. Алёша. Здрасте. Виктор, откуда ты? Откуда? Оттуда. Из Слободки. Или с центрального рубежа обороны, как его называют. Командующий. Господина. Генерал от кавалерия белоруха. Никол, осторожай, там в кармане бутылка водки. Лена, позволь ночевать домой, не дойду. Ах, боже мой, конечно. Ой-ой-ой, как замёрз капитан. Легче. Что же они, валенки не могли вам дать, что ли? Валенки. Мерзавцы. Дай тебе бог здоровья, Леночка. Ванна сейчас будет готова. Кабак. Головчик, сними, сними. Сейчас, сейчас. Легче. Водочки вы мне выпить, водочки. Сейчас, дам. Алеша, пальцы на ногах поморожены. Пропали пальцы, чёртовая матерь, это ясно. Ну что ты, отойдут. Никол. Растира ему ноги в воду. Так я и позволил водкой ноги тереть. Дри рукой. Николка, возьми. Ну что, согрелся, капитан? Легче стало. Ты скажи, что там под городом? На рубеже этом делается. Метель под городом. Вот что там. Я бы эту метель, морозом, немцев, мерзавцев и петлюру... Постой. Зачем же они вас, не понимаю, за город, в слободку погнали? А мужички там эти, за городом? Вот эти самые милые мужички. Сочинение графа Льва Толстого. Как же так? Ведь в газетах пишут, что мужики на стороне Гетман. Что ты, юнкер, мне газеты тычешь? Я бы всю эту вашу газетную шварь перевешал на одном суку. Я сегодня лично на разведке утром сам напоролся на одного деда и спрашиваю, а где же ваши хлопцы? Деревня точно вымерла. А он со слепой не разобрался, что у меня под башлыком погоны. И говорит, уси побихлые. Именно, ой-ой-ой. Взял я этого толстовского хрена за манишку и говорю, а вот я тебя сейчас пристрелю старую. Ты у меня узнаешь, как бегают. Ты у меня сбегаешь в царство небесное. Да-с. Ну, понятное дело, святой землепашец сейтери хранителем прозрел в два счета. Конечно, в ноги орет. Ой, ваше высокоблагородие, извините меня, старика, цаяздуру, сослепу. Что пожелаете, дам? Коней, сани, дам. Только не вбивайте. Как же ты в город попал? Сменили сегодня, слава тебе, Господи. Дружина пехотная пришла. Скандал я в штабе на железнодорожном посту устроил. Жутко было. Они там сидят, коньяк в вагоне пьют. Я говорю, вы, говорю, здесь сидите, гетманово дворце, артиллерийских офицеров вышибли в сапогах на мороз, с мужичем перестреливаться. Не знали, как от меня отделаться. Мы, говорят, командируем вас, капитан, по специальности в любую артиллерийскую часть, поезжайте в город. Алеш, возьми меня к себе. С удовольствием. Я и сам хотел тебя вызвать. Я тебе первую батарею дам. Благодетель. Ура. Все вместе будем студентским старшим офицером. Прелестно. Завтра или послезавтра можем выступать. Ждешь, не дождешься, чтоб тебя Петлюра по затылку трахнул. Ну, это еще кто кого. Ну, Виктор, отправляйся, отправляйся. Иди мойся. Да, просто не. Лена, ясно. Позволь, я тебя за твои хлопоты обниму и поцелую. Леночка, как ты думаешь, мне водки сейчас выпить или уж потом за ужином сразу? Я думаю, что уж потом за ужином сразу. Виктор мужа-то моего не видел, муж пропал. Ну, что ты, Леночка, найдется, он сейчас приедет. Никол, раскладывай ломбер, сразимся. Убит. Убит. На поезд напали, конвай перебили. Вот он и он. Боже мой, что это за звонок? Со звонком я у вас что-то сделал. Это вы кнопку вдали. Ах, боже мой, простите, ради бога. Вот я и приехал. Здравствуйте, глубоко уважаемая Елена Васильевна. Я вас сразу узнал по карточкам. Мама просила вам передать ее самый горячий привет. А равно так же и Алексей Васильевич. Мое почтение. Здравствуйте, Николай Васильевич. Я так много о вас слышу. Эллияי. Я так много ооо. Эллияи. Я так много облаковат. Ваше ils дам. Ооо. Я так много про оооо ооо. Я не могу. И я хочу изучать. Дай. А кто что-то ооо. Ооо. Я так много раз. Вы удивлены, я вижу. Позвольте вам вручить письмо. Оно вам все объяснит. Такой неразборчивый почерк. Да, ужасно. Позвольте, я сам прочитаю. У мамы такой почерк, что иногда она напишет, а потом сама не понимает, что она такое написала. Милая, милая Леночка, посылаю к вам моего мальчика. Приютите и согрейте его, как вы умеете это делать. С его способностями... Ах уж это мама. С его способностями невозможно сидеть в Житомире, терять время. Позвольте узнать, с кем имею честь говорить. Как с кем? Вы меня не знаете? К сожалению, не имею удовольствия. Боже мой. И вы, Елена Васильевна. И я тоже. Это прямо колдовство. Ведь мама послала вам телеграмму в 63 слова. 63 слова? Ой-ой-ой. Мы никакой телеграммы не получали. Не получали? Боже мой. Простите меня, пожалуйста. Я думал, что меня ждут, и поэтому не раздеваюсь. Извините. Я, кажется, что-то раздавил. Я ужасный неудачник. Да вы будьте добры, скажите, как ваша фамилия? Ларион Ларионович Суржанский. Да это Лариосик, наш кузен из Житомира. Ну, да. Простите, пожалуйста, я наследил вам. Я думал, что вы меня ждете, а раз так, я поеду в какой-нибудь отель. Какие теперь отели? Погодите, вы прежде всего раздеваетесь. Да вас никто не гонит. Снимайте пальто, пожалуйста. Душевно вам признательно. Пальто можно повесить в переднее. Вот здесь, пожалуйста. Душевно вам... Леночка, я пошел к себе. У меня еще масса дела, а здесь мне мешает. Витенька, позволь тебе представить. Кузен наш из Житомира. Приятно, весьма. Мышлоевский, Виктор Викторович, штабс-капитан. Душевно рад с вами познакомиться. Суржанский, Ларион Ларионович. Я человек не военный. Вы как насчет картишек, любезнейший Ларион Иванович? Ларион Ларионович. Но был бы рад и желал бы, если, конечно, ничего не имеете против, чтобы просто поение. Сойдемся поближе. Отчего ж вы в ВИН играете? Очень-очень плохо. Играю, но если не будут сердиться. Кто там? Я, я, открой, пожалуйста. Слава богу. Где ж ты был? Я так волновалась. Не целуй, не целуй. Я с холода. Ты можешь простудиться. Где ж ты был? В германском штабе задержался. Важные дела. Ну, иди. Иди скорее, грейся. Сейчас будем чай пить. Не надо чая, Лена. Погоди. Лена, закрой дверь. Елена, на пару слов. Лена, случилась ужасная вещь. Что такое? Немцы бросают Гетмана на произвол судьбы. Володя, что ты говоришь? Откуда ты это узнал? Только что в германском штабе. Под строжайшим секретом. Никто не знает. Даже сам Гетман. Что же теперь будет? Что же теперь будет? Так. Почти десять. Что же теперь будет? Лена. Что ты говоришь? Я говорю, Лена. Ну, что Лена? Лена. Мне нужно сейчас бежать. Никак иначе поступить нельзя. Ну, что ж, я понимаю. Конечно, ты прав. Дней через пять-шесть, а? Может, положение еще изменится к лучшему? Надо ехать сию минуту. Поезд уходит в полночь. День через пять-шесть. Ну, что ж, я не могу. Я не могу. Ты представляешь, что будет со мной, если русская армия не отобьет петлю, и он войдет в город? Тебя можно будет спрятать. Миленькая моя. Я не иголка. Спрятать помощника военного министра. Не отличившим образом найдут. Найдут не отличившим образом. Постой, я не пойму. Значит, мы оба должны бежать? В том-то и дело, что нет. Город обложен со всех сторон. Единственная возможность выбраться в германском штабном поезде. Женщин они не берут. Другими словами, ты хочешь уехать один? Не хочу. А иначе не могу. Пойми, катастрофа. Поезд уходит через полтора часа. Решай. И как можно скорее. Через полтора часа? Как можно скорее. Тогда я решаю, уезжай. Ты умница. Я всегда это говорил. Так, что я еще хотел сказать? Да, что ты умница. Впрочем, я это уже сказал. Насколько же времени мы расстаемся? Месяца на два, не больше. Я только пережду в Берлине всю эту тюрьму. А когда Гетман вернется... Если он совсем не вернется. Этого не может быть. Европе нужна. Гетманская Украина, как кордон против московских большевиков. Ты видишь, я все рассчитал. Я вижу. Но только как же так? Ведь Гетманы еще здесь. Они формируют свои войска. А ты вдруг на глазах у всех бежишь? Ловко ли это будет? Полковники генштаба бегают. Они ездят в командировку. У меня в кармане. Командировка в Берлин от гетманского штаба. Что? Не дурно? Очень не дурно. А что же будет с ними, со всеми? Позволь тебе поблагодарить за то, что ты сравниваешь меня со всеми. И они все. Ты же братьев предупредили. Конечно, конечно. А я отчасти даже рад, что едем на такой большой срок один. Как-никак ты подрежешь наши комнаты. Владимир Робертович, здесь мои братья. Неужели ты думаешь, что они вытеснят нас? Ты не имеешь права? Конечно, нет. Но ты знаешь пословицу? Кива ла шасс, перса пляс. Кто уходит на охоту, теряет свое место. И еще одна просьба. Последняя. Здесь без меня, конечно, будет бывать этот Шервинский. Он и при тебе бывает. К сожалению. Видишь ли, дорогая моя, он мне не нравится. Чем позволю знать? Его ухаживание за тобой. Становится слишком назойливыми. И мне было бы желательно... Что желательно было бы тебе? Я не могу тебе сказать, что. Ты умная женщина, прекрасно воспитана. И прекрасно понимаешь, как надо держать себя, чтобы не бросить тень на фамилию Тальберг. Хорошо. Я не брошу тень на фамилию Тальберг. Я же не говорю тебе о том, что ты можешь меня изменить. Я прекрасно знаю, что этого быть не может. Почему ты полагаешь, Владимир Робертович, что этого не может быть? Елена, 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 я тебя не узнаю. Замужняя дама, изменить. 15-11-го, я опаздываю. Гради бога, скорее. Чемоданчик и в нем немного белья. Но я тебе одну минуту. Ты же все-таки простись с братьями. Конечно, конечно, само собой разумеется. Алеша. Да, да, Леночка. А? Здравствуй, Володя. Здравствуй, Алеша. Что за суета? Видишь, Лен. Дело в том, что я должен сообщить тебе важную новость. Нынче ночью положение Геттмара стало весьма серьезным. Как? Серьезно и весьма. Что случилось? Очень возможно, что немцы не окажут помощь. И придется отбивать Петлюру своими силами. Что ты говоришь? Очень может быть. Да. Спасибо, что сказал. Теперь второе. Так как я уезжаю в командировку... Куда, если не секрет? В Берлин. Как я не барахтался. Выкрутиться не удалось. Такое безобразие. Так что, позволь тебе пожелать. Всего хорошего. Что это значит? Это значит, что командировка ваша мне не нравится. Полковник Турбин! Я вас слушаю, полковник Тальберг. Вы мне ответите за это, господин брат моей жены. А когда прикажете, господин Тальберг? Когда? Без 15.11. Когда я вернусь? Ну... Бог знает, что случится, когда вы вернетесь. Увы. Увы. Я давно уже хотел поговорить с вами. Никол! Никол! Ну, не волновать, господин Тальберг. О чем вы говорили? Ничего-ничего, Леночка. Ничего-ничего, дорогая. Ну, до свидания, Алеша. До свидания, Володин. Николка? Николка! Вот он я. О, приехал. Володя уезжает в командировку. Простись с ним. Счастливого пути, господин полковник. Лена. Вот тебе деньги. Из Берлина немедленно вышлю. Пора. С извозчиком торгуется. Алеша? Ты знаешь, я заметил. Он на крысу похож. Совершенно верно, Никол. А дом наш на корабле. Иди-ка к гостям. Иди, види. Попадет дивизион. В небо, как в копеечку. У вас очень открытое лицо. Располагающее... Боже мой, вам очень больно. Что же это со мной делается? Весьма серьезно, серьезно и весьма. Крыса. Уехал, как уехал. Кто уехал? Как вы меня напугали, Шервинская. Как же вы вошли без звонка? Да у вас дверь открытая, все настишь. Здравия желаю, Лена Васильевна. Сколько раз я просила вас, Леонид Кирчин, сделать это. Мне неприятно, что вы тратите деньги. Деньги существует для того, чтобы их тратить. Как сказал Карл Макс. Разрешите снять бурки? А если я скажу, что нет? Тогда я просижу в бурке всю ночь у ваших ног. Армейский комплимент, Шервинский. Виноват. Это гвардейский комплимент. Здравствуй, Студзинский. Леонид Юрьевич. Нужно всем драться. Александр Брониславович. Очень рада. Елена Васильевна, мое почтение. Полковник? У себя. Всем. Если завтра Петлюра приползет в город, надо будет драться. Нужно непременно всем идти в бортирное дивизион. К Алексею Васильевичу. Дивизион замечательный. Мышлоевский ушел в эту дурацкую дружину. На этот дурацкий по рубеж обороны генерала Белорукова. Глупо. Сгеройствовал, поспешил. Где он теперь? Один черт знает. Может, даже убили под городом в Слободке. Мышлоевская здесь. Здесь? Виктор, жив? Мое почтение, капитан. Почему в филме? Здравствуй, адептант. Ну, слава богу. Я к командиру. Капитан Сульзинский, разрешите. Прошу, Александр Александрович, прошу. Сдайте. Прошу, сдайте. Пожалуйста. Господин полковник, разрешите? Я так рад, что вас увидал. Я так давно вас не видел. Если мне не изменяет память, вы были у нас вчера. Ах, Елена Васильевна, что значит в наше время вчера? Итак, кто же уехал? Владимир Робертович. Поскольку он сегодня должен был вернуться. Он вернулся и опять уехал. Куда? Ах, какие дивные розы. Куда? В Берлин. В Берлин? Надолго разрешите узнать? Месяца на два. На два месяца? Печально, печально, печально. Я так расстроен, я так расстроен. Пятый раз целую эти руки. Я, можно сказать, подавлю, Елена Васильевна. Боже мой, но ведь это же... Это ведь... Ура! Ура! Шарвинский. Мя-мя-мя-мима. Демона! Он далеко не узнает. Единственное, что в вас есть хорошего, это голос. И ваше прямое назначение, это оперная карьера. Да, кое-какой материал имеется. Я однажды в Жмеринке пел и Петаламу. Там вверху Фа, как вам известно. А я взял Ля. И держал девять тактов. Сколько? Семь тактов держал. Напрасно, вы мне не верите, ей-богу. Там была графиня Гендрикова. Она влюбилась в меня после этого Ля. И что же было потом? Отравилась. Цианистым калием. Шарвинский. Это у вас болезнь, честное слово. Идите к столу, Шарвинский. Господа, прошу к столу. А, Леонид Юрьевич, милости просим. Позвольте вас познакомить. Старший офицер нашего дивизиона, капитан Студзинский. А это мсье Суржанский. Вместе с ним купались. Кузен наш из Житомира. Очень приятно. Ее императорское величество, Илья Гвардии Уландского полка и личный адъютант Гетмана, поручик Шарвинский. Душевно рад познакомиться. Да вы не приходите в такое отчаяние. Бывший, Илья Гвардии, бывшего полка. Идите к столу, господа. Да, пожалуйста. А то уже 12 часов, завтра рано стоять. Ух, какое великолепие. А какому случаю пир? Позвольте узнать. Последний ужин дивизиона. Завтра выступаем, господин поручик? Куда прикажете? Куда прикажете. Куда угодно, господа, пожалуйста. Стало быть, он уехал, а вы останетесь. Замолчите, Шарвинская. Глеточка, водки выпьешь? Нет, нет, нет. Ну, тогда белого вина. Позвольте вам, господин полковник. Мерси. Себе, пожалуйста. Ваша рюмочка? Я, собственно, водки не пью. А как же вы селедку без водки будете есть? Абсолютно не понимаю. Помимо, я тоже не пью на одну рюмку. Душевно вам признателен. Да, давно-давно я водки не пил. Господа, здоровья, Елена Васильевна. Ура! Ура! Тише, что вы, господа. Весь переулок разбудите. И так уж твердят, что у нас каждый день побойка. Освежает водка, не правда ли? Да, очень. Умоляю, еще парю. Ты не гони особенно, Виктор. Завтра выступаем. И выступим. Скажите, что с Гетманом? Да-да, что с Гетманом? Все обстоит благополучно. Какой я вчера ужин был во дворцах, господа? Двести персон, рябчики. Гетман в национальном костюме. Говорят, что немцы оставляют нас на произвол судьбы? Не верьте никаким слухам, Елена Васильевна. Благодарю, глубоко уважаемый Виктор Викторович. Но я ведь, собственно, водки не пью. Стыдитесь, Варион. Стыдитесь. Стыдитесь. Покорнейше благодарю. Никол, не налегай на водку. Извините, господин полковник. Я белую вина. Как это вы ловко ее опрокидываете, Виктор Викторович? Достигается упражнением. Спасибо, капитан. Салат, пожалуйста. Благодарю. Лена, золотая, пей белое вино. Радость моя. Рыжая, Лена, я знаю, отчего ты так расстроена. Брось. Все к лучшему. Все к лучшему. Выпей. Выбей. Выбей, Ленович. Кому чару пить? Кому здраву быть? Пить чару, свет Елене Васильевне. Пить чару, свет Елене Васильевне. Леночка, милая, Выпейте, выпейте. Леночка, милая, Выпейте, выпейте. Пей до дна, пей до дна, пей до дна, пей до дна, пей до дна. Браво! Браво! Боже мой! Что они делают? Три часа ночи. Я жаловаться буду. Наконец-то. Ты замечательно выглядишь сегодня, Егоб. И капот этот идет к тебе. Господа, гляньте, какой капот. Совершенно серый. Это платье Витенька. И не серое, а зеленое. Ну, тем хуже. Все равно, господа, обратите внимание, некрасивая она женщина, вы скажете. Елена Васильевна очень красивая. Ваше здоровье. Лена, ясно. Позволь, я тебя обниму. Поцелую. Ну, 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 Виктор, Леонид, отойди. От чужой мужней жены отойди. Позволь. Мне можно, я друг детства. Свинья ты, а не друг детства. Господа, здоровье командира дивизиона. Ура! Извините, господа. Я человек не военный. Ничего, ничего, Леон. Правильно. Многоуважаемая Елена Васильевна, не могу выразить, до чего мне у вас хорошо. Очень приятно. Многоуважаемый Алексей Васильевич, не могу выразить, до чего мне у вас хорошо. Очень приятно. Господа, кремовые шторы, за ними отдыхаешь душой, забываешь о всех ужасах гражданской войны. А ведь наши израненные души так жаждут покоя. Вы позвольте узнать, стихи сочиняете? Я? Да, пишу. Так. Извините, что я вас перебил. Продолжайте. Пожалуйста. Кремовые шторы, они отделяют нас от всего мира. Впрочем, я человек не военный. Эх, налейте мне еще рюмочку. О! Браво, Ларион! А говорил, не пьет, хитрец. Симпатичный ты парень, Ларион, но речи говоришь, как глубоко уважаемый сапог. Нет, не скажите, Виктор Викторович. Я говорил речи, и не однажды. В обществе сослуживцев моего покойного папы, в Житомире. Ну, там податные инспектора, они меня тоже. Ох, как и ругали. Податные инспектора, и серьезные звери. Драться. Всю же минуту драться. Целую ночь Соловей нам насвистывал, Город молчал, И молчали дома. Белая хаца, И гроздья душистые, Ночь напролет Нас водили с ума. Белая хаца, И гроздья душистые, Ночь напролет Нас водили с ума. Задвись умыт, Был весенними ливнями, В темных оврагах Стояла вода. Боже, Какими мы были, Наливы, Как же мы молот Были тогда. Город и прочатся, Седы и гринастелая, Листья срывая, Сокрасы пусты. Только зима До петель Заперлая, Может быть, Снова На поле Води. В час, Когда ветер Бушует Нистовый, В час, Когда вода Не видно Низки. Белая хаца, И гроздья Тушистые, Ты мне Вот вспомни, На миг Помоги. Белая хаца, Вы меня, ради Бога, Не ругаете. Ну, что вы сам. Что мы, Папуасы, Это у вас в Житомире Податные инспектора Такие отчаянные. Они вас и напугали. У нас принят он строгий. Не беспокойтесь. Все будет в порядке. Эх, Именно за кремовыми шторами И жить. Все почему-то смеются Над поэтами. Да храни Бога. Зачем же вы В дурную сторону Мой вопрос приняли? Я против поэтов Ничего не имею. Не читаю я, правда, стихов. И никаких других книг За исключением Артиллерийского устава И первых пятнадцати Страниц римского права. На шестнадцатой война Началась он и бросил. Врет. Не слушайте. Если угодно знать Войну и мир читал. Вот действительно книга До конца прочитал И с удовольствием. А почему? Потому что писал Не обормот какой-нибудь Артиллерийский офицер. Пас. Да-с. Вот списатель был Граф Лев Николаевич Толстой Артиллерий воручик. Две бубни. Пас. Жалко бросил служить. До генерала бы дослужился. Три пики. Впрочем, у него имение было. От скуки можно и роман написать. Зимой делать нечерто. Да. Имение-то просто. Пас. Три бубны. Пас. Ну, если три бубны, то мы скажем Без козыря. Четыре бубны. Малый в пиках. Молодец. Спас. Папа, мама. Видали мы их. Какого же лешего? Ты мою даму долбанул, ларион. Вот это здорово. Без одной. Ноль. Я думал, что у Александра Брониславича король. Да что тут можно думать? Он покоя ищет, а без одной сидеть от покой. Считанная же игра. Надо вертелить головой, это не стихи. Погоди. Может быть, ты видишь? Александра Брониславича. Да что может быть? Ничего не может быть. Кроме ерунды. Вы извините, мальчик. Может, у вас в Житомире так и играют? Но это чёрт знает, что такое. Пушкин или Ломоносов. Хоть стихии писали, а такую штуку никогда бы не сделали. Тише ты. Чё налетел? Со всяким случается. Тише, господа, тише. Или нацию, например. Я удивляюсь, как им легко всё сходит с рук. Я была уверена, что убьют кого-нибудь против них. Нет, все вернулись. Я удивляюсь тебе. Ты отлично знаешь, что они в сущности поступают правильно. Надо же защищать город кому-нибудь. Вот этих мерзавцев от петлюры. Я ничего не говорила. Я говорила, легко сходит с рук. Скажи мне, кудесник, любимец богов, Что сбудется в жизни со мною, И скоро на радость соседей врагов Могильной засыплю землею. Так громче музыка. Играй победу. Мы победили. И враг бежит, бежит, бежит. Так за царя! Что вы, что вы, господа? У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Господа, здоровья и во светлости Гетмана всея Украины! Виноват! Завтра драться я пойду на этот тост пить не стану. И другим офицерам не советую. Господин капитан... Совершенно неожиданное происшествие. Из-за него дьявола я себе ноги отморозил. Господин полковник, вы тост одобряете? Нет, не одобряю. Господин полковник... Позвольте, я скажу. Нет, позвольте, я скажу. Нет уж, позвольте, я скажу. Здоровье Елены Васильевны, а равно ее глубоко уважаемого супруга, отбывшего в Берлин. О, угадал, Варион. Лучше трудно. Извините, Елена Васильевна, я человек не военный. Ничего, ничего, Ларенка. Вы душевный человек. Хороший. Идите ко мне сюда. Елена Васильевна, а, боже мой, красное вино. Солью, солью посыплю. Этот ваш Гетман. Одну минуту, господа. Что ж в самом деле? В насмешку мы дались ему, что ли? Если бы ваш Гетман, вместо того, чтобы ломать эту чертову комедию с украинизацией, занялся бы формированием офицерских корпусов, ведь Люрой духу бы не было в Малороссии. Мало того, мы и большевиков в Москве прихлопнули бы, как муха. Он бы, мерзавец, Россию спас. Немцы не позволили бы формировать армию. Они ее боятся. Неправда, сы. Немцам надо было объяснить, что мы им не опасны. У нас теперь другое. Более страшное, чем война, чем немцы, чем вообще все на свете. У нас большевики. Немцам надо было сказать, вам что, нужен хлеб, сахар? Лопайте, подавитесь, но помогите нам, чтобы наши мужички не заболели московской болезнью. А теперь поздно. Теперь наше офицерство превратилось в завсегдатые в кафе. Кофейная армия. Пойди его забери. Так он и пойдет тебя воевать. У него, мерзавцы, валюта в кармане. Он сидит себе в своем кафе. И вместе с ним вся гвардейская штабная армия. Ну, тис, превосходно. Дали полковнику Турбину дивизила. Иди, спеши, лети, формируй. Петлюра идет. Отлично. И вот вчера глянул я на них. Даю слово чести. В первый раз дрогнуло мое сердце. На каждую сотню генкеров сто двадцать студентов. И винтовку они держат, как лопату. И вот вчера на плацу. Снег идет. Туман удалим. Померещился мне, знаете ли, гроб. Леша, зачем ты говоришь такие мрачные вещи? Не смей. Не извольте расстраиваться, господин командир. Мы не выдадим. Ах, если б мы все это могли предвидеть раньше. Ведь что такое этот ваш Петлюра? Это же миф. Туман. Его на деле нет совсем. Вы гляньте в окно, посмотрите, что там. Там метель, какие-то тени. В России, господа, есть две силы. Большевики. И мы. Мы еще встретимся. Я вижу более грозные времена. Ну ладно. Мы не удержим Петлюру, но ведь Петлюра ненадолго придет. А вот следом за ним придут большевики. И вот из-за этого я иду. Нарожу он. А пойду. Петлю. Потому что, когда мы с ними встретимся, все пойдет веселее. Или мы их закопаем. Или, вернее, они нас. Пью за встречу, господа. Мариосик. Что? Что с вами? Варион. Ты что, Варион? Кто тебя обидел? Испугался. Кого? Большевиков? Ну, мы им сейчас покажем. Виктор, что ты делаешь? Маузер заряжен, господа. Отнимите у него. Капитан! Сядь всю минуту! Ты что, с ума сошел? Сядь сейчас же. Это я виноват, господа. Стало быть, я в компанию большевиков попал. Виктор, не пей больше. Молчи! Боже, как нализался. Господа, это я виноват. Не слушайте того, что я сказал. Просто у меня расстроены нервы. О, нет, господин полковник. Поверьте, что мы понимаем, что мы разделяем все, что вы сказали. Империю российскую мы будем защищать всегда. Да здравствует Россия! Позвольте слово. Вы мне не поняли. Гетман так и сделает, как вы предлагаете. Вот когда нам удастся отбиться от петлюры, и союзники помогут нам разбить большевиков, вот тогда... Гетман положит Украину к стопам его императорского величества императора Николая Александровича. Какого? Александровича? Говорит, я нализался. Император убит. Господа, известие о смерти его императорского величества... Несколько преувеличено. Виктор, ты офицер? Дайте сказать ему, господа. Известие о смерти его императорского величества вымышлено большевиками. Вы знаете, что произошло во дворце императора Вильгельма, когда ему представлялась свита Гетмана? Император Вильгельм сказал, о дальнейшем с вами будет говорить, портьера раздвинулась и вышел наш государь. Он сказал, господа офицеры, поезжайте на Украину и формируйте вашу часть. Когда настанет время, я лично вас поведу в сердце России, в Москву. И прослезился. Убит он! Шервинская, это правда? Елена Васильевна. Поручик, это легенда. Я уже слышал эту историю. Все равно, пусть император мертв! Да здравствует император! Ура! Петр Третий, ну что он им сделал, что? Оружь войны не надо, отлично! Он же прекратил войну! И кто? Собственный тваринин царям по морде? Бутылка? А Павла Петровича, портсигарам, князь по уху! А этот забыл, как его? С бакенбардами симпатичный, так его бабой! Алёша! 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 Что там? Плохо, братцы! Ему плохо? Капитану плохо! Алёша! Ладно, ладно! Ладно, ладно! Посмотрю, что с ним. Не надо. Господа, господа, мы курили. Не надо, не будите его. Я сама из-за вас нализалась, Боже, ноги не ходят. Сюда, пожалуйста. Разрешите мне возле вас? Садитесь. Шеревенская, что с нами будет? Чем все это кончится, а? Я видела дурной сон. Вообще за последнее время кругом все хуже и хуже. Все будет благополучно, Елена Васильевна. А снам вы не верите. Нет, нет, мой сон вещий. Будто мы все едем на корабле в Америку. И сидим в трюме. И вот шторм. Ветер воет. Холодно, холодно, волны. А мы в трюме. Вода поднимается к самым ногам. Влезаем на какие-то нары. И вдруг крысы. Такие омерзительные, такие огромные. Так страшно, что я проснулась. А вы знаете что, Елена Васильевна? Он не вернется. Кто? Ваш муж. Леонид Юрьевич, это нахальство. Какое вам дело, вернется, не вернется? Мне-то большое дело, я вас люблю. Ну и любите про себя. Не хочу, надоело. Постойте, постойте. А почему вы вспомнили о моем муже, когда я сказала про крыс? Потому что он на крысу похож. Какой вы свинья все-таки, Леонид. Во-первых, он не похож. Как две капли воды. Очень, очень красиво об отсутствующем человеке гадости говорить. Да еще и его жене. Да какая вы жена его? То есть как? Вы посмотрите на себя в зеркало. Вы умная, красивая. Как говорится, интеллектуально развита. И вообще, женщина на яд. Аккомпанируете прекрасно на рояле. А он рядом с вами. Вешалка. Карьерист. Штабной момент. За глаза-то. Отлично. Да я и в глаза ему скажу. Давно хотел. Скажу и вызовы его на дуэль. Вы с ним не счастливы. А с кем я буду счастлива? Со мной. Вы не годитесь. Почему я то не гожусь? А что в вас есть хорошего? Да вы рассмотритесь. Ну, побрякушки адъютантские. Смазлив и голос. И больше ничего. Так я и знал. Все пердят одно и то же. Шервинский адъютант. Шервинский певец. Кто другое. А то, что у Шервинского душа, этого никто не замечает. И живет Шервинский, как бездомная собака. И некому Шервинскому на грудь голову склонить. Вот гнусный ловелас. Мне известно ваше похождение. Всем одно и то же говорите. Этой вашей длинной. Губы накрашенные. Она не длинная. Она мецисопрано. Елена Васильевна, ей я ничего подобного не говорил. И не скажу. Нехорошо с вашей стороны, Лена. Как нехорошо с твоей стороны, Лена. Я вам не Лена. Ну, нехорошо с твоей стороны, Елена Васильевна. И вообще, у вас нет никакого чувства ко мне. К несчастью, вы мне нравитесь. Ага, понравлюсь. А мужа своего вы не любите? Нет, люблю. Лена, не лги. У женщины, которая любит своего мужа, не такие глаза. Я видел женские глаза. В них все видно. Ну да, вы опытный, конечно. Как он уехал, Лена? Вы бы так же сделали. Я? Никогда. Это... Это позорно, позорно. Осознайтесь, что вы его не любите. Ну, хорошо. Не люблю. И не уважаю. Довольны? Но из этого ничего не следует. Уберите руки. А зачем же ты поцеловала меня? Лжешь ты. Никогда с тобой не целовалась. Лгун с аксельбантами. Я лгу? А у рояля? Я пел Бога Всесильного, мы были одни. Я даже помню, когда это было, 3 ноября. Мы были одни, и ты поцеловала меня. Я тебя за голос поцеловала, понял? За голос материнский поцеловала. Потому что голос у тебя замечательный. И больше ничего. Ничего? Это мучение, честное слово. Посуда грязная. Эти пьяные. Муж куда-то уехал. Кругом свет. Свет мы уберем. Хорошо, Лена. Лена, я тебя очень люблю. Я все равно тебя не отпущу. Ты будешь моей женой. Пристал, как змея. Как змея. Ну какая же я змея, Лена? Пользуется каждым уновным случаем и соблазняет. Ничего ты не добьешься. Ничего. Не стану я из-за тебя ломать свою жизнь. Может, ты еще хуже окажешься. Как ты хороша, Лена. Как ты хороша. Уйди. Я пьяна. Вот это ты сам нарочно напоил меня. Ты известный негодяй. Вся жизнь наша рушится. Все пропадает. Все варится. Лена, не волнуйся. Я буду с тобой в такую минуту. Ты не волнуйся, Лена. Я буду с тобой всегда, Лена. Выпустите меня. Я боюсь бросить тень на фамилию Тальпера. Бросьте его совсем и выходите за меня. Да. Лена. Ты разведешься. Проходи. Все дорого, да. Не целуйтесь. А то меня тошнит. Ну, отпустите. Можно. Молодой человек, вы ничего не видали? Нет, видал. То есть как? Если у тебя король, ходи с короля, а дам не трогай. Не трогай. Я с вами не играл? Не. Играл. Боже, как нарежался. Посмотрим, что им скажет моя мама, когда я умру. Назрался. Играл. У меня столько водки нельзя. Ни днем, ни ночью нет покоя. Это же немыслимо. Единственное средство отказать от квартиры. Хотя, впрочем, в случае чего, кого пустишь неизвестно. Время сейчас ужасное, а тут офицеры. А ну и верно. В случае чего защита-то есть. Слишком много горя посылаешь за столицу. За что мать взяла у нас отца? Мужа у меня нет и не будет, это я понимаю. Теперь уж очень ясно понимаю. Как мы будем? Может, мы люди и плохие, но за что же карать? Все мы в крови повинны. Но ты не карай. Не карай. Ты посмотри, что кругом делается. Что делать-то? У тебя одна надежда. Пречистое дело на тебя. Умоли, сын Господи. Мать-заступница, пожалей нас. Пожалей. Братья не забирай. Умоли Господа Бога, чтобы послал чудо. Белогвардейцев в городе было много. И местного гарнизона, и бежавших от большевиков со всех концов России. Но еще больше было в Киеве голодного рабочего люда, а в окрестных селах безземельных, безлошадных крестьян, угнетаемых и усмиряемых и своими, и пришлыми правителями. На помощь народу шли украинские советские войска. Уже освобожден Чернигов, петлюровцы выбиты из Полтавы и Екатеринослава. Багунский и Тарасчанский полки двинулись на Киев. Население встречает нас музыкой, сообщает Николай Щерц. Но решающие бои за город еще впереди. Шел второй год революции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова